Глава 3. Враг государства. Квартира Джо. 14 февраля 1945 года. Всем привет, дорогие подписчики и гости канала. С вами снова Зарбаба и мы продолжаем проходить игру Мафия 2. Мафия 2. Дворец удовольствия, Джо, говорит Вито. Вито, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила. Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо и откуда ты звонишь? Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вито. Удачи, бомбина Мео. Ладно, пока, мама. Ну и что? К мистеру Папалардо. Может, посначала оденемся? Выбора пока все равно не очень много. Дверь закрывай. Че там делаешь? А что, по радио ничего хорошего? Не лезь в чужие дела, пацан. Да ты как-то лезешь в чужие дела, ты слышишь? Послушиваешь. Нехорошо тетя подслушивать-то чужие разговоры за дверью. В чем проблема? Эй, приглуши эту дрянь! Эй! Приглуши эту дрянь! Эй! Приглуши эту дрянь! Походу, это надолго. Ну что? Возьмем свою тачку. Битую. Сменить все равно нечем. А, я могу починить, кстати, сразу. Без проблем. Десять машин влезает в гараж. Круто же. В итоге... Куда нам ехать? Ага, в порт. Ладно, хорошо. Но как-то эта перспектива работать в доках не радует меня. Тяжелая работенка не для нашего вида. Ой, молодцы! Ну и как вас теперь объезжать? Оказывается, не только я врезаюсь. Так, еще одна мастерская. Но она нам уже не нужна. Тачку перекрашивать я не буду. Номер тоже хороший. Хотя, можете написать в комментариях и предложить свои варианты номеров. Я с удовольствием впишу в другие тачки. Это даже будет интересно. Мы с вами поучаствуем в процессе. Чуть не вписался бы в поворот. Туда же разрешена скорость 60. Ах, с ветерком-то проедем сейчас. Куда ты лезешь? Ты хотя бы смотри, что ли, в зеркало, а? Поворачивать резко. Сейчас главное только не вписаться, вот как вот эти друзья. Ха-ха-ха, поцеловались. Ну, в принципе, уже доехали. Да, на машине и работать в доках. Вообще шикарно. Ну, давай смотаемся, пообщаемся с этим профсоюзом. Профсоюзом. Э, дверь прикрой, тянет. Чё надо? Э, ну, я ищу мистера Папалардо. А? Зачем? Меня зовут Витус Калетто. Мой отец работал на него, а я ищу работу, вот и пришёл сюда. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папалардо к твоим услугам. Зови меня Дерек. А я помню твоего отца. Хороший мужик, но пил, как рыба. Как он поживает, кстати? Он умер. А, ну, когда-нибудь все там будем. А, Стив? Да, Дерек. Так тебе нужна работа, да? Ну, тебе повезло. Тут товар привезли, надо грузить. Стив тебе всё покажет. Теперь марш, мой стейк остывает. Ах, пошли. Ну, пойдём. Опять ящики грузить. Опять грузить эти чёртовые ящики. Видишь ящики, грузи в тот грузовик. Закончишь, получишь десятку. Потеряешь или сломаешь чего, получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Блин, ну здесь-то их побольше будет. Опять процесс. Небыстрый. Ага. Если вам надоело, можно просто уйти. Ну, давайте, наверное, я сейчас все эти ящики загружу. Да уж, это будет, ну, очень весело. Кому вообще нравится таскать коробки целый день. Я, наверное, сейчас это за кадром всё сделаю, а потом уже тогда к вам вернусь. Ну что, в общем, я отгрузил пять ящиков, и нашему вид это надоело. Он даже сам не хочет. Поэтому мы спокойно с вами сваливаем отсюда. Таскать такие тяжести за десятку баксов, это как-то совсем не густо. Ну, ты всё? Да, я всё. И десятку себе оставь. Я искал работу, а не куда продаться в рабство. Как скажешь. Тогда катись отсюда к чёрту, чтоб больше я твоё оружие тут не видел. Не волнуйся. Я раз в сто больше заработаю в Барбара Инкорпорейтед. Стой. Ты сказал Барбару? Джо Барбару? Да, и что? Чёрт. Знакомцы Джо не будут таскать ящики за десять баксов. Колись, что ты затеял. Пошли со мной. Хо-хо. Ты знаешь Джо? Ну, давай. Теперь что? Выкладывай. Ну, мама просила меня поискать у вас честную работу, но мне нужны серьёзные деньги, так что это не вариант. Хе-хе-хе. Чёртовы бабы. Все одинаковы. А, Стив? Да, Дерек. Не хочет, чтобы ты отирался с Джо, верно? Хе-хе. Моя была такая же. И глянь, что из меня вышло. Глава профсоюза. Весь грёбаный порт в кулаке держу. И как там Джо? По-моему, неплохо. Как вы познакомились? Ну, мы с детства дружим. Я только вернулся с фронта, и он меня поддерживает, пока я не встану на ноги. Слушай, ты пойми, человеку на моём месте нужна осторожность. Конечно. Значит, ты не против, если я позвоню Джо, а? Да, пожалуйста. Куда я дел его номер? А, вот он. Может, его дома нет? Было бы обидно. Хай, Джо. Это Дерек. Слушай, у меня тут один тип. Ээээ... Эээ, как тебя звать-то? Вито. Вито. Ищет работу, говорит, что он твой приятель. Добрый друг. Я просто хотел проверить. Ну да. Ну да, герой войны и всё такое. Ладно, спасибо. Позже поговорим. Извини, проверить-то надо. Джо говорит, ты только что из Италии. Наверняка себя в обиду не дашь. Если хочешь настоящих денег, у меня как раз есть дело. Ребята здесь в порту должны платить каждый месяц парикмахеру, но половина чихать на него хотела. Надо, чтобы их кто-то расшевелил. Десятку срыло. А если им не нужна стрижка? Ну тогда тебе придётся их переубедить. Понял. А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них вдоль. Скажем так, проучить можно, но чтобы они могли после этого работать. Понял? Потому Стив этим и не занимается. А, Стив? Да, босс. Собери не меньше двухсот пятидесяти баксов и получишь полтинник. Просто за прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Лёгкие деньги, а? Что скажешь? Да, уж это получше, чем таскать ящики. Ну ладно, приступай. Ну давай. Это ну что? Взять журнал. Ух ты! Какая красотка. Ладно. А у тебя тут больше никаких журналов не валяется. Может я что ещё возьму? Да, вроде нет. Такие всякие плакаты есть. А этого нет. Ну да ладно. Пошли поболтаем. Стрясём немножко деньжат за парикмахерскую. Давай, наверное, мы с тобой пробежимся, а то как-то долго ходишь. Я собираю плату за услуги парикмахера. Ах да, наверное, я забыл про деньги. Ну, спасибо за сотрудничество. Так, и сколько у нас в итоге? Чё-то не пишется. Эй, приятель. Дерек собирает деньги за парикмахера. Конечно, вот. Я не хочу проблем. В следующий раз не затягивай, ага. Спасибо. Ну и что дальше? Давай сюда. Так, Дерек собирает деньги за парикмахера. И что за игру ты тут затеял? Такую игру, когда ты деньги платишь и остаёшься цел. Тебя что-то не устраивает? Меня ты не устраиваешь. Марш отсюда, пока перья не полетели. Вот так и всё. Рад, что ты решил одуматься. Решил напугать. Эй, приятель. Дерек собирает деньги за парикмахера. Слушай, кретин, я не в духе. Шёл бы ты куда подальше, пока цел. Не выйдет. Дерек хочет денег. Дерек идёт нахер. Что этот жиртрест мне сделает? Убьёт? Эй, это ты сказал, не я. Ну так попробуй, ты, уродец. Ну давай. Да, есть. Получай ещё разочек. Лысая башка, давай. Ещё разок. Хорош, красавец. Ух ты, тихо. Тихо. Вот и всё. Где лофта? Осторожно. Так, у кого ещё есть грёбаные претензии насчёт грёбанной стрижки? Всё? Отлично. Двум морду набили и всё. Деньги все сразу собрались. Вот денежки, босс. Молодец. Вот твоя доля. Я видел, как ты Билла обработал. Ты хорош. Стив пробовал, но ему чуть задницу не надрали. А, Стив? Ах, да, Дерек. Вот тебе сверху забил вам. Спасибо. Он меня уже так достал. А теперь вали, парень. Мне пора за работу. И передавай от меня привет матери. Скажи ей, что я взял тебя в помощник. Да, обязательно. До встречи. И Вита чуть не забыл. Звонил Джо. Сказал, что ждёт тебя у Фредди. Да? Ну, давай. В маленькую Талию смотаемся. В бар у Фредди. Чё вы в коробки-то побросали? Ну-ка поднимай. Ты чё? Испугался, что ли? Трус. Не боись. Слабеньких не обижаем. Только от тех, кто выпендривается. Блин, он налево поворачивается. Мне надо направо. Кстати, может какие-нибудь шмотки прикупить тебе? А то что-то как-то мы в одной куртке. Давай зайдём, посмотрим. Добрый день, сэр. Добрый день. Чем могу помочь? Да, вот смотрю. А как посмотреть-то? А просто вот так вот щёлкаешь и всё. Костюм со шляпой. Костюм со шляпой. И всё, да? Костюм с плащом. Костюм с плащом. Нет, я не хочу. Вот, в принципе, неплохой. Сколько он? 55 баксов давай. Ох, какой красавчик. О, я тут кое-что вижу. Нельзя взять? А, я думал, можно взять журнальчик. Простите, у вас тут вешалка упала. Я не хотел. Ладно, давай. Прикидь вроде нормальный. Это только закрыть. Да, журналы взять нельзя. Ну, давай. Поехали. Блин. Вот хотел нормально выехать, а. Далеко вообще ехать-то? Да, в принципе, да. Путь не близкий. Жалко, тачку разбил опять. Придётся в гараже её поремонтировать. А это ещё 50 баксов. Чайна Таун направо, маленькая Италия налево. Ну и всё, почти доехали. Опа. Суп, 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 суп. Не хотел, не хотел, честно, не хотел. Все фары себе выбил. Все фары. Ну и всё Не знаю, где искать, Джо Можешь спросить у него Чего ты хочешь? Не-не-не-не Это я не хочу Может быть наверх? Эй, где ты вообще был? Я приехал сразу, как ты позвонил Что происходит? Помнишь серьёзных ребят, которых мы пацанами видели? Да, а что? У нас стрелка с одним из них Его зовут Генри Томасино И по-моему, дело будет серьёзное Чего, правда? Ну да Хватит заниматься всякой ерундой Пора провернуть настоящее с короля Вот он идёт Смотри, чего не ляпни Эй, Генри, как дела? Хай, Джо Это он? Да, это Вита, мой старый друг Рад познакомиться Ручаешься? Как за себя самого? Доверяю полностью Там сестра Она нам поможет? Спроси её сам Её зовут Мария Аньела Вот вам адрес Скажи от меня А с сейфом что делать, если ключей не будет? Ваша проблема Сколько платишь? За талоны на 10 тысяч галлонов Плачу 600 баксов Ладно, мы в деле Нет-нет, Вита пойдёт один На Джо у меня другие планы Ну, что скажешь, Вита? Конечно Да и пушку не забудь прихватить Никогда не знаешь, как обернётся Лучше перебдеть А копишь? Стоп-стоп-стоп Это вам невинный магазин грабануть Мне нужна чистая работа Пришьёшь кого, получишь треть Копишь? Да, я понял Нет проблем Ладно, когда закончишь, приходи сюда за расчётом Ладно, пока Удачи, Вита Ну, давай В принципе, здесь недалеко Мари Аньелло Маленькая Италия Пока, приятель Пока Вот отлично Срезал А то сейчас пришлось бы долгу тут их объезжать Ну и куда? Надеюсь, я правильно иду Да Узнаете, где живёт Мария По табличкам По каким табличкам? А, вот А, вот Мария Да, в чём дело? Здравствуйте, мэм Я от Генри Томасина Он сказал, что вы можете помочь мне с одной проблемкой В управлении по ценам Да, я слышала Что тебе от меня нужно? Эээ, мне надо туда попасть Ладно, знаешь что, моя сестра сейчас в больнице Если подвезёшь меня туда, я расскажу тебе всё, что надо знать Это напротив управления, так что тебе практически по пути Да, без проблем Ну, давайте отвезём Марию в больницу в Аптауне Дверь закрыла, молодец Уже стемнело Ну, давай, садись Давай, 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 быстрее, быстрее, давай Чё ты упал-то? Мужик, ты пьяный что ли? Дедок какой-то Ладно, поехали И аккуратно за рулём, ладно? Знаю я, как водит нынешняя молодёжь Ладно, малыш Тут на ночь запирают основательно Так что лучше иди с чёрного хода А там что, открыто по ночам? Нет, зато подвальное окно всегда открыто Влезешь через него Тебе нужен сейф, да? Как вы догадались? Случайно Он на верхнем этаже Там же кабинет директора В кабинете ключи Ладно Я залезаю в окно с чёрного хода И иду наверх в кабинет директора, так? Верно И будь осторожен По ночам там охрана Не попадись им Нет, я постараюсь То есть через окно Наверх на второй этаж В офис директора И там и сейф И ключи всё вместе Запомнили Самое главное Без проблем Куда попасть Ладно Высади меня вот тут У больницы Смотри, куда прёшь Тебе прямо через дорогу Спасибо, что подвёз, малыш Спасибо, Мария До встречи Без проблем Проберитесь в управление По регулированию цен Лучше, наверное, где-нибудь здесь сейчас припарковаться Ну, в принципе, нормально Сойдёт Ну, давай посмотрим Я что, невидимка? Прости, мужик Не хотел Честно Ну, давай Попробуем Получается Надо как-нибудь Просто здесь взять И перелезть Такие в воротах липкие Чтобы никто нас не запалил Давай в окно Не попадайте Сохраня на глаза Хорошо Надо посмотреть план Это я сейчас вот здесь После дождичка в четверг Помолчи-ка, я кроссворд решаю Хм-хм Ах, малина Пойду-ка сделаю обход Скатертью дорожка Тихо Допустим Наверх Я пробрался Тихо Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху Так Вот кабинет директора Здесь должен быть ключ 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 Давай поищем где ключ Наверное в столе Какие планы на выходные? Ну, посижу дома, посмотрю этот телевизор Ты купил телевизор? Ага, вот ключ Теперь нужно открыть сейф А то Лу, дядя Мэри умер пару месяцев назад И оставил чуток денег И ты купил себе на них телевизор Телевизор Везде охранники, блин Ну, пошли Мне вообще сюда надо Ну что, открываем Опа-на А тут-то сигнализация Про сигнализацию никто не говорил Она, ну, она его еще не видела Надо вырубить сигнализацию Вопрос только каким образом? Каким образом вырубить сигнализацию Ну, наверное, где-то в комнате охраны должна вырубаться Может быть, их как-нибудь отрубить? Всю охрану эту Чем дальше, тем интереснее Ну, она поехала к матери На север Понятно И как? Что ты смотрел на своем новомодном телевидении? Да больше мультики Сейчас там мало Попробуем Из-за войны Мультики Столько денег угрохал на мультики Продавец сказал, что после войны Они будут еще показывать бейсбол и футбол После дождя в четверг Слушай, я тут смотрел эти мультики И вот подумал Эээ, ну-ну Вещай, Эйнштейн, послушай Надо будет охранник еще спрятать Ну, если управлять мультиком В каком смысле? Ну, понимаешь, управлять Управлять человечком на экране Чтобы он бегал туда-сюда Водил машину Может, даже стрелял в кого-нибудь Во врагов Ты что, клея нанюхался? Как это вообще возможно? Ну, над этим я еще не думал Смотри, наверное, можно сделать Такую себе коробку с кнопками Чтобы управлять человечком То есть, одна кнопка, чтобы идти Другая, чтобы стрелять Еще одна, чтобы... Ага, и это твоя великая идея, да? Звучит забавно Но такого никогда не будет Да ну Уверен, когда... Блин, надо, чтобы подождать Когда они разойдутся Конечно сделают Когда люди на луну слетают Хе-хе Да-да Ладно, я пока буду дальше Кроссворд решать Смотри, не поранься карандашиком Ну, где этот еще охранник? Не могу понять То ли наверху, то ли внизу Так, стоп, он идет что ли? Ух ты Тихо Фонарик где-то был с той стороны Хе-хе-хе Чуть не запалились Ладно, хорошо Ах ты, повернул Давай, 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 давай Поспи, дружище Ну, в принципе, тело, наверное, можно не тащить Сейчас мы тогда вот этого Тоже пусть поспит А, здесь я не пройду Надо вот так вот Вот и все Отдыхайте Отдыхайте А мне надо вырубить А где вырубить сигнализацию? Без понятия Вот это вот совсем интересно Давай попробуем по первому этажу побегать Блин, надо вырубить сигнализацию Потому что Сразу приедут копы А это плохо Ух ты Есть вниз в подвал куда-то В общем, не здесь Где-то здесь должна вырубаться сигнализация По-любому Значит, в подвале где-то Куда что-то бежать-то Где-то, где-то должна вырубаться сигнализация Вопрос только где Мне бы ее вырубить И все будет нормально Это вообще непонятно Что какой-то склад Вот Все хорошо Теперь можно спокойно Можно, в принципе, даже не вырубать было тех охранников Но я так, на всякий случай Я думал, у них на пульте отключается Потому что я-то уже не помню Давненько играл Играл только один раз Ну, зато теперь более-менее спокойно Никто нам не помешает Ой, я даже могу здесь подняться Да и все Чтоб нам долго не бегать Ну, открывай Закрывать-то будешь? Нет? Ну, ладно Не хочешь как хочешь Я тебя не заставляю Выйдем так же, как и зашли А зашли мы вот отсюда Ну что, отлично Мы красавцы Ха-ха По-тихому все сделали Все, валим По-быстрому По-быстрому, чтобы тут нас никто не запалил Тихо Чуть не врезались Ставим ограничения Все, спокойно Нас никто не видел Никто ничего не знает Все в порядке Ага Ага А вот и бар Наверх Добрый Добрый О, черт Что не так? Еще как, мать твою Все не так Ты припер талончики Со сроком действия Он истекает завтра Ну и Что это вообще значит? Значит, они нахрен Никому не нужны будут Хотя, постой Если развести их По заправкам До полуночи Их можно Проштамповать И погасить Развести их По всем заправкам В городе Тебе надо успеть До полуночи Или мы в заднице Не продашь вовремя Не получишь ничего Постой Мы так не договаривались Ты ничего не сказал О сроке действия? Ну, дерьмо Случается, да Слушай Если ты это провернешь Я тебя не забуду Так что бегом Чем быстрее их свалишь Тем больше получишь Ну вот Ну давай У нас времени мало Ну вот Начнем с первой Прямо здесь рядышком Прямиком и едем Без проблем Сейчас Талончики развезем Да и все Эй Хочешь купить Несколько талончик? Хочет, хочет Давай теперь сюда Конечно Но это строго Между нами Хорошо? Не вопрос Сам только не болтай Конечно Меня устраивает Угу Осталось еще пять посетить Все Без проблем Сейчас все По-быстрому сделаем Главное Не нарваться На копов В принципе Времени валом Да и отвали Я водитель От бога Вожу Просто высший класс Так Следующая Пусть будет у нас заправочка Вот здесь Это мне надо что сделать? Ага В принципе направо Конечно Но это строго между нами Хорошо? Не вопрос Сам только не болтай Конечно Меня устраивает Ну и хорошо Что тебя устраивает Меня в принципе тоже Блин Впереди копы Они направо А мы в принципе Можем сократить здесь дорогу Тихо 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 Нормально Хорошо Осталось еще Четыре заправочки Блин Коп впереди Ага Копы свернули Хорошо А вот наша заправочка Слушай Так Давай Наверное Да в принципе Давай сюда А потом сюда И следующее Там будет У меня есть лишние талоны На бензин Хочешь Они твои Дешево Да Отлично Годится Хорошо Держи И никому не болтай Об этом Усек Ясное дело Приятель Строго между нами Смотри у меня Давай Вита Поехали Осталось еще Три заправочки И все Будет круто Она будто Сшла Наверное На ту дальнюю Ну ладно Куда уже Отвез Туда уже отвез Ух ты Хорошо Впереди какроскопы были Блин Надо сюда заехать Эй Эй Мне теперь сюда Не интересуют Лишние талончики Конечно Где ты их взял Хотя пожалуй Мне этого лучше не знать Умница А теперь гони на личность Да Отлично Надеюсь Я из-за тебя Не вляпаюсь Не переживай Просто не болтай лишнего Вот именно Не болтай лишнего Ну Времени В принципе Валом Должны успеть Нормально По всем заправкам Пройтись Немножко Перегнул палку Бывает Хо-хо-хо Так Так Не нарушаем И едем дальше Да В принципе Времени навалом Можно даже Наверное На все Успеть заправочки Хотя Надо только В шесть Отвезти Копы Как раз Были впереди ТТП Водитель Хочет скрыться Все Валим Валим Вот теперь Надо валить Вот теперь Надо валить Вот это я Неудачно Сейчас Вписался Ну да, конечно, отделайтесь от хвоста Блин Откуда же вы взялись-то, копы? Ну давай, газульку в пол Блин, тут одностороннее движение Ну в принципе, копы оторвались Всё Где-то здесь должна быть заправка Ой, тихо Вот она Хорошо, следующее вот здесь Эй, у меня тут пара лишних талончиков Надо? Ну да, конечно, надо Хорошо, держи Деньги вперёд Да, конечно Держи бабло Спасибо, друг И ты меня не видел Конечно, я тебя не видел Главное сейчас ДТП не создать Ху-ху-ху-ху Давай вот здесь вот Аккуратненько Пойдёт Да я умею водить Чё-то вы ко мне пристали-то Хорош Отлично Блин, поворачивать, зараза Нам по прямой Ху-ху-ху-ху Капот оторвался Хорош Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Блин Змеечку Хоп-хоп-хоп Отлично Прости, мужик Но мне надо на заправку Ха-ха-ха-ха Эй, у меня тут пара лишних талончиков Надо? Ну да, конечно надо Хорошо, держи Деньги вперёд Да, конечно Держи бабло Спасибо, друг И ты меня не видел Ну всё, это последнее По крайней мере, заработал Поеду обратно к Джо Ну поехали Где меточка Для Джо Вот Главное сейчас нормально доехать Преследую гонщика Да иди, Ишкин ты Откуда ты взялся здесь? Гонщика он преследует, блин Попробуй тебя догони Я ща по встречке поеду Смотри, не отстаёт Зараза такая Ой, Джо надо было в другом месте Ну да ладно Сейчас сюда мы свернём Давай поставим ограничение По скорости И всё Считай мы уже у Джо Блин, чё-то как-то Ты меня радар ведёшь Чёрт знает как Я что там А, я бы там бы не проехал Мне на мост Чёрт Ну да ладно Давай берём ограничение А то мы так К Джо будем очень долго ехать Главное смотреть на миникарту Чтобы увидеть Где эти копы располагаются Хо-хо-хо А копы головно сами создали ДТП Теперь гонятся за этим мужиком Молодцы Красавцы Тачку я всё равно пока чинить не хочу Смысл Ух ты Тихо Копа впереди нет И хорошо Всё, в принципе, приехали Ой Чё-то как-то не здесь повернул Где надо было Ой, прости, мужик Ты как-то Не там встал Где надо было Всё Ладно Поставили Давай теперь к Джо Ну что Пивка После такого Трудного дня Ну что ж, дорогие друзья На сегодня всё Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Все ссылочки под видео С вами был Зарбабай Спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях Всем пока